Это я вот все это нагребла, я тут, чтобы не раздувалось. Вот тут у меня, видите, сколько. На грядках у Лидии Гребенкиной не саженцы, а полиэтилен, остатки строительной пены, перчатки и респираторы. По словам пенсионерки, все это падает на садовые участки прямо с неба. Мусор и пыль прилетают со строительной площадки по соседству. Вот это бетонная пыль, потому что они же заливают, и потом они чистят, и вот это все это видно, даже серое облако летит. Жилой комплекс на улице Высоцкого начали возводить два года назад. С тех пор садоводы лишились покоя и урожая. Говорят, в прошлом году фрукты и ягоды хрустели на зубах из-за бетонной пыли. Но это полбеды. По словам местных, рабочие засыпали единственную канаву. Теперь участки частично затоплены. Теперь это вот с каменных палаток, вся вот эта вода с горки, она идет сюда к нам. А теперь куда она уходила, там было и до железной дороги, вода эта уходила. Теперь там все перекрыли, вся вода у нас в саду. Вот, пожалуйста, приехал хозяин в субботу и не мог зайти, потому что все затопило полностью. Ни одного, ни одного не было. Все было затоплено, вот стойка на вы. Обеспокоенные садоводы обратились в прокуратуру. Однако там, по словам жителей, им сообщили, что работы проводятся на территории застройщика. И убирать мусор за пределами площадки строители не обязаны. Попытки местных выйти на контакт с застройщиком не увенчались успехом. Мы обратились в компанию с запросом, но там оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Тем временем владельцы участков продолжают регулярно чистить грядки от залетного мусора. По планам строительство ЖК завершится лишь в 2025 году. Злата Ведерникова, Анжелика Уфимцева и Кирилл Ростовский. События ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok